В частности, от руководства Генеральной прокуратуры, других правоохранительных органов, о том, на каком этапе сейчас следствие. Знаете, статистика не может передать ни людской боли, ни утраты родственников, близких, друзей, ни в конце концов трагедии всего государства. Поэтому в данном случае важно говорить не о том, сколько дел передано, а вообще об атмосфере как в стране, так и вокруг этого следствия. Вот давайте, первая история, это атмосфера в стране. В стране продолжается та же самая атмосфера нетерпимости ни к другой точке зрения, ни к борьбе с коррупцией, ни к антикоррупционерам. То есть с точки зрения морали, вот почтение памяти погибших людей, мне кажется, оно вот сегодня, спустя 4 года, мы можем сказать, что до сих пор системных изменений в стране не произошло. То есть люди погибли, процесс трансформации изменений затянулся, иногда идет в обратном направлении, и многие, те, кто потеряли близких, спрашивают, за что и почему это произошло. И в данном случае это результат отсутствия политической воли поменять полностью отношения в политике, отношения к государственным деньгам, отношения к своим интересам во власти и так дальше. Коррупция правит бал. А вторая тема, это уже само следствие, круг дело о событиях на Майдане. И вы знаете, что с одной стороны статистику приводит Сергей Горбатюк, с другой стороны он не говорит о том вещи, которая известна по информированным людям, потому что он скорее пытается сохранять деликатное отношение к своему руководителю, генпрокурору Луценко. Но на самом деле Горбатюк находится в состоянии холодной войны с Луценко и его окружением, потому что Луценко систематически атакует этот департамент, занимающийся расследованием дел Майдана. Сделал в нашем эфире Сергей Горбатюк заявление, хотя вы правы, Сергей, я соглашусь, вероятно, с вами в том, что максимально сглаживая углы, но все же говорил Сергей о том, что препятствуют ему в расследовании и мешают руководители силовых верб. 60 человек из его департамента убрали, то есть сократили его наполовину, со 130 до 60. Забрали, по сути дела, те руки, которыми это следствие делается. И это произошло, повторюсь, при Луценко, который шел на должность, ради которого мы меняли закон за один день, и который обещал наказать всех виновных в смертях на Майдане, побороть коррупцию и так дальше. А вот при нем, риторика и витрина одно, а за кулисами 60 человек из этого департамента, который расследует дела на Майдане, то есть половину, со 130 до 60, сократили, убрали, их перевели в другие департаменты. И дела, которые были самые жирные в этом департаменте, забрали. То есть дела по убийствам оставили, конечно, убийство расследовать можно вечно, и это самая, извините, неблагодарная тема в этой службе прокурорской. А вот там, где денюжка живая ходит, Иванющенко, Злочевский, Бойко и так дальше, эти дела у департамента Майдана забрали и раздали по своим следователям. Вы знаете, то у нас Злочевский оказался невиновен, то Бойко невиновен, то Иванющенко снимает санкции. То есть вот там, где деньги ходили, эти дела у Хрбатюка забрали, и потом вдруг оказалось, что у всех, кто проходил по этим делам, все проблемы исчезли. Но стоит ли тогда сохранять толерантность Горбатюку, быть аккуратным в высказываниях, об этом не говорить прямо и вслух, потому что очевидно, ну как очевидно, можно предположить, что завтра именно Горбатюка сделают крайним в том, что нет результатов расследования. Ну знаете, он находится в плотном контакте с адвокатами потерпевших и с семьями, с членом этого, скажем так, неформального мнения, это небесная сотня от родственники погибших. Поэтому они доверяют ему, и для них важно, чтобы он остался на должности, поэтому некоторые вещи он себе в силу субординации не может позволить сказать, потому что у него уже есть один протокол. Когда он в очередной раз получил писульку от своих руководителей, вышестоящих из числа замов Луценко, чтобы отдать еще очередное дело. Из этого департамента собирались дело по одному из судей, забрать и отдать еще одному нужному своему следователю в другом департаменте. Он получил и сказал, я это выполнять не буду, и отказался. И началось под нему расследование, и опять же подконтрольная Луценко, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, которую возглавляет бывший депутат близких Луценко Шемчук, он первый зам там. Вот они тоже вынесли предписание, что оказывается Горбатюк нарушитель закона злостный, то есть человек, который отказывается отдавать дела, сознательно зная, что потом его развалят, это дело в других следователях, он еще оказался и виноват. Поэтому в каких-то мечтах он себе позволяет определенные рамки все-таки сдерживать, потому что он не может лишиться должности. А у него уже есть одно предписание, по сути, следующее предписание, это уже повод его уволить. Такая расправа внутри системы, потому что когда говорят, что прокуратура напрогнила, напрогнила, но там есть честные люди, которых, к сожалению, система пытается выдавить из своих стен, потому что за каждым делом, где есть деньги, всегда можно заработать руководству. И, к сожалению, лучшим памятником потерпевшим было расследование и привлечение к ответственности виноватых. Это было бы лучшей молитвой сегодняшнего дня. Ответственность, Сергей. Давайте посмотрим сейчас на промежуточные итоги нашего голосования. Чи будуть притягнуты до відповідальности в инне узлоченных під час Євромайдану? Такое запитание мы ставим сегодня нашим глядачам. Так, але потрібно більше часу. Первый вариант сейчас набирает 3%. 97% большинства затеи и влады ценне мужлево. Вы вообще верите в то, что ответственность восторжествует, справедливость восторжествует, ответственность понесут виновные? И мы узнаем хотя бы не обо всех, кто отдавал приказы стрелять и с той, и с той стороны, и об исполнителях. Но хотя бы вот несколько имен позвольте. Мы обязаны верить, потому что иначе все не имеет смысла. Конечно же, 100 человек, как на сафари, расстреляли в центре Киева. Ни в чем не повинных, потому что вы знаете, что стреляли в тех, кто был безоружен. Не было следов оружия на руках тех, кого убили. Во-вторых, во-вторых... А правоохранителей, кто убил, Сергей? Убивали тех, кого не нашли. Вы знаете, это тоже часть следствия, насколько я знаю, гипертония Горбачука и это расследует. Он должен прокомментировать, но... Важно просто на этом акцентировать внимание, да я не забываю, что погибли. Да, и убивали и ту сторону, и ту, те, кто избежал наказания. Я бы так сказал. Хотя департамент его, если он будет у вас в студии, спросите, у них есть следствие и по погибшим правоохранителям тоже. Поэтому, позвольте, конечно, за справедливость надо бороться. И более того, она рано или поздно так иначе наступает. Тот же Пиночет, например, вы знаете, что на его руках тоже кровь невинных чилийцев. И сколько он у власти был, сколько он пытался избежать наказания, его наказало. Скажем, достигло его карающий меч правосудия, он арестовался и он пристал перед судом. Точно так же, я уверен, будет и здесь. Хотя, конечно, Янукович и его ближайшее окружение сейчас живут в стране, которая их никогда не выдаст. Поэтому на сегодняшний день наказание верхушки, к сожалению, переносится. Что касается, например, наказания ближайшего окружения, то здесь очень интересная тенденция. Посмотрите. Клюеву дают убежать из Украины. Уже при Порошенко дают убежать из Украины. Кто был еще столпом режима Януковича? Ставицкий с ним ходили, пытались о чем-то договориться, отжать его собственность в Украине в обмен на закрытие уголовных дел. Это министр энергетики Януковича. Фирта, Шлевочкин, Бойко вообще, к ним никаких претензий, оказывается, нет. Одиндавно генпрокурор ошарашил, что, оказывается, и вышки Бойко, на самом деле, Бойко-то, наверное, случайно туда попала фамилия. Нужно искать там другую фамилию. То есть, вывели из-под удара. Иванющенко, Юра Янакийский. Сняли с него санкции Европейского Союза из-за отсутствия прогресса в расследовании в Украине. Сняли арест со счетов в Европе. Тут список большой, Сергей. Давайте всех не перечислять. Последний эпизод, связанный с тем, что он подал в суд и в суду в украинском суде сейчас. У нас в голосовании. Его еще и признали, что, оказывается, он, используя манипуляции законом, оказывается, он даже не был смотрящим ни за какими промышленными предприятиями, а просто был такой физическое лицо предприниматель. Знаете? То есть, недалеке от истины наши телезрители, Сергей, вот в большинстве своем, 97%, которые полагают, что при этой власти расследование не будет эффективно. При этой власти это будет неэффективно и невозможно. Я согласен с большинством людей, которые так считают. Это, к сожалению, приговор Петру Алексеевичу и его генеральному прокурору, а также всем кланам, которые на спинах этих дежавных деячив, пришли до влады. Вот о персоналиях вас спрашивает Иван из Сумской области. Кто главный виновник того, что не наказаны убийцы активистов на Майдане? Вы знаете, есть, опять же, верхушка, она сбежала. Кто ей позволил сбежать, это другой вопрос. Но они уже недосяжены до правосудия нашего. А вот есть, например, беркутовцы, так их Аваков прикрывает. Это абсурдно. Спустя столько времени Аваков, некоторых беркутовцев, которые принимали личное участие в насилии над майдановцами, он их, оказывается, на должностях оставлял. Он их, оказывается, назначал на более высшестоящие должности. Люди, которые координировали, в том числе, акции против майдановцев, будучи беркутовским руководством, при Авакове получали должности в национальной гвардии, получали должности в так называемом Корде и так дальше. То есть он стал для этих людей крышей. Почему? Легко объяснимо. Эти люди будут обязаны ему до конца жизни за то, что он их спас, и он на них может рассчитывать, как на свою гвардию. Но это ничего не имеет ни со справедливостью общего, ни с верховенством права в Украине. Валентина, Киев, ваш прогноз, когда прояснится, или проявится ясность в деле по расстрелу майдана, в оригинале? О сроках что-то можно сейчас сказать? Следствие в отношении установления виновных прошло достаточно далеко, то есть названы, как, скажем так, те, кто отдавал приказы, так и те, кто их исполнял. Но эти люди недостижимы для украинского правосудия. Ну, в следствии может называть сколько угодно имен, это ведь в следствии, да, вопрос ведь в суде должен быть закрыт, точка там должна быть поставлена. И то, я, например, Сергея Горбатюка имен не слышал, не знаю, может вы слышали, кто отдавал приказы, конкретные имена и фамилии. В том числе руководство Беркута, в том числе руководство, на то время милиции, в том числе министр внутренних дел и так дальше. Эти фамилии, есть им предъявлены и подозрения в заочном процессе. Да, но это следствие. Это следствие. Суд, это уже вторая составляющая процесса. И когда он пойдет в суд, когда суды начнут рассматривать, это во многом зависит тоже от политической воли. Потому что, вот я вам скажу, если дело начинает касаться человека с чемоданом денег, сразу начинается волокита. Вот тот же Арбузов, например, дело по нему было передано в суд по заочному осуждению, мне кажется, два года назад. И тут начинается суд, возвращает обвинительное заключение, оказывается, оно там, по мнению суда, составлено так, что оно не может быть подсудным. Давай переписывай его дальше. И оно так футболяется, до сих пор это дело по Арбузову не началось. То есть мы упираемся, знаете, в замкнутый круг. Я не хочу сеять, как бы, такое абсолютное упадническое настроение, просто мы честно говорим с людьми, и мы в том случае называем вещи своими именами. Суды коррумпированы, верхушка генеральной прокуратуры коррумпирована, президент коррумпирован. А время идет. Против системы остаются агенты какие-то позитивных изменений, которые пытаются что-то поменять, но они, энтузиазм свой, тратят половину времени на то, чтобы бороться против системы, не за то, чтобы находить, например, преступников, сформировать схемы и так дальше. Время идет, и я боюсь, что мы получим пиар-проект президента, я думаю, на следующую годовщину перед выборами он объявит очередное какое-то громкое заявление сделать, потому что это будет уже всего лишь месяц до выборов президента. И что-то громко объявит. Мы же спустя год можем с вами сделать такую ставку, как в казино, чтобы что-то будет объявлено. Но я думаю, реально прогресса не полный. Если выборы будут плановыми, да. Ну, президентские, скорее всего, будут плановыми. Да, не исключено, но об этом также поговорим. Сергей, я насчет времени сказал, не случайно. Мы теряем время, и это самое ужасное. Украденные деньги мы еще вернуть сможем, а вот украденное время, оно идет бесследно. Общаясь здесь в студии с представителями экспертного сообщества, с правоохранителями, в подавляющемся в большинстве в прошлом, потому что они не заангажированы, да, и не предзвяты сейчас в этом отношении, в отношении этого следственного процесса, они говорят, что времени уже много потеряно. Вот даже по состоянию на сейчас практически невозможно будет расставить точки над «и», даже если будет абсолютное желание стопроцентное, будут ресурсы, возможности, доказательная база уже не та. Что вас интересует, финансовое преступление или, собственно говоря, убийство? Я сейчас говорю о расследовании расстрелов на Майдане. По поводу расстрелов, насколько я знаю, следствие сразу же смогло собрать очень много информации. Я не хочу быть спикером департамента Горбатюка. Мы вчера говорили с Горбатюком Сергеем в эфире. Но, насколько я понимаю, там были собраны и все траектории. Сказал господин Горбатюк в том, что в первые дни, на протяжении первых дней, недели, месяцев не было собрано необходимое количество улик и определенные следственные действия не проводились. Скорее всего, намеренно какие-то материалы не документировались, какая-то информация не была зафиксирована. Сейчас об этом говорит Сергей Горбатюк. Вы знаете, тогда мне сложно комментировать, потому что я оперировал такими общедоступными данными о трафиках, переговорах. То есть, там известно было, кто кому звонил во время этих событий, о отданных командах, о местах, откуда производился расстрел. Это было установлено и, собственно, так называемая черная рота Беркута, она считается лицами, которые входили в эту черную роту. Это та самая организация, которая совершила убийство. То есть, члены этой роты, они обвинены в убийствах и, к сожалению, почти все они из Украины сбежали. Но тут, скорее, нужно вспомнить, что они-то сбежали еще при старой власти, а вот руководитель, господин Садовник, он сбежал при Новой. И это еще один вопрос, почему это происходило при Порошенко, когда сбежал не только Клюев, не только Онищенко, но и Садовник, который лично был членом этой черной роты, командовал ей, которая расстреливала людей. Как так вышло, что человека, у которого, наверное, самое тяжкое бремя уголовной ответственности за эти события, вдруг браслет не сработал, полицейский не услышал и человека нет. Он в Крым сбежал, насколько я помню. Все. То есть, ключевой свидетель, обвиняемый, утерян. А это о чем говорит, Сергей, давайте артикулировать. Это о чем говорит, то, что людей, которые, возможно, были причастны к этому? Система коррумпирована. И размен шел абсолютно... То есть, кто-то сегодня здесь в стране содействует? Я сказал, что... В том числе и представителям предыдущей войны. Многие дела тормозятся нынешним правящим руководством. Некоторые дела, например, по финансовым вопросам, тормозятся с банковой. Некоторые авакован, когда он оставляет на должностях людей, принимавших участие в силовых акциях против протестующих. Некоторых оставляют при помощи коррумпированных судей и так дальше. Конечно, то есть, в стране отсутствует дух справедливости. Когда украинские граждане выходили на площадь, они же выходили не потому, что у Януковича кривое фейс у него было, а потому что они знали, что власть коррумпирована, она несправедлива, и она еще поменяла вектор интеграции в последний момент перед брачной ночью в сторону европейского. И народ возмутился. Хорошее сравнение. Он возмутился в отношении интеграции, а потом уже насилие спровоцировало следующий виток и пошло-поехало. То есть, этот дух несправедливости, который царил во время Януковича, он царит и в Украине сейчас. Только тогда расстреливали сейчас, кому подбросят гранату, кому обвинят в том, что там активист Шабунин ударил в лицо какого-то провокатора. Там автомайданцы бросили яйцо в барну, им шьют от 4 до 7 лет. Саакашвили пересек границу, его известно, что с ним... По разным причинам выходили на улицы люди, Сергей. Садовой, мусорный скандал, утопил Садового. Поэтому сейчас подвешен самый главный вопрос, один из главных вопросов. Отсутствует дух справедливости в стране, как во времена Януковича, так и сейчас. А когда этого духа нету, то и наказание предыдущей власти становится трудновыполнимой задачей. Потому что те энтузиасты, повторюсь, которые есть в системе, в том числе Горбатюк, они вместо поддержки, они тратят большую часть своего ресурса просто на борьбу с сопротивлением этой системы. Они, как вопиющие в пустыре, кричат, а их не слышат. И поэтому наша с вами роль об этом говорить, чтобы хотя бы через резонанс, через то, что мы это все не даем замять. Вот цинично президент заявил в субботу о том, что, оказывается, спросите, чем еще помочь Горбатюку, чтобы мы всеми усилиями помогли расследовать. Это же, говорит, человек, который назначил дин прокурора, который наполовину сократил его департамент, который, будучи человеком, вносящим законопроекты вне очереди, президентский законопроект идет вне очереди, ничего не сделал, чтобы оставить следствие под этим преступлением у Горбатюка, чтобы они могли новое хотя бы производство открывать и так дальше. То есть множество есть моментов, когда власть целенаправленно действовала сообща с предыдущим режимом, с представителями силовых структур, которые убивали людей. Президент завтра придет, Сергей, на ваш взгляд, на допрос в рамках дела о госизменинном комитете? Я думаю, он захочет на этом пропиариться. Я думаю, он захочет на этом пропиариться, конечно. Почему, на ваш взгляд, он принял решение прийти? Вот пропиариться или, может, какую-то другую цель также преследует глава государства? Если у президента есть ценная для следствия информация, он ее дает во время допроса. На допросе он это может сообщить следователю под протокол, и оно потом ложится в основу обвинительного заключения и так дальше. У президента нет новой информации, если, конечно, он чего-то специально не скрывал до сих пор. Может быть, он что-то скрывал, и теперь он захочет это обнародовать. И тогда у меня будет вопрос, а почему ты раньше молчал 4 года? Может быть, твоя информация была ценна для следствия? Я думаю, что роль Турчинов, который сказал, что тогда я врал о положении дела в вооруженных силах Украины, чтобы панику не сеять в стране. Ну, а сейчас, не знаю, не вру. Я думаю, что роль Турчинов по времени еще будет изучаться в том числе уголовным кодексом во время этих событий. Посмотрим. Вот и посмотрим, Сергей. Турчинов – это одно, но президент – это уже человек легитимно избранный. И вот зачем он придет туда, кроме как пиара, я вам честно скажу. И зачем президент? У меня версии нет. И почему именно сегодня подписал закон о деоккупации Донбасса, об этом мы поговорим после того, как примем телефонный звонок от наших телезрителей. 0800-20-50-20, номер телефона студии. Он на экране, между прочим. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер. Витаем вас. Как вас зовут? Представьтеся. Михаил Запорежья. Сейчас, когда все говорят про расстрел Мальдана 4 года назад, то забываю сказать, что тогда все-таки работали с засобами массовой информации. А после утечки Ресидивиста Януковича мы увидели, что власть ликвидировала Савиака Шустера, выгнала за кордон Игоря Гужву. И вот буквально два дня назад перестала працювать Радиоэра. А запитание до депутата. В липні прошлого года властник Радиоэра Леонид Деркач, народный депутат, официально сделал заявку, что ему и его семьи погрожают, а на журналістов Радиоэра встает тиск. Так вот, пане депутат, чому вы этим вопросом не занимаетесь? Адже так поступово ці засады массовой информации в Украине ликвидуют. И вы залишитесь в темноте глухой и слепой и німей. Дякую вам за вашу ответственность. Дякую вам, пане Михайлову. Пане Михайлову, я не згоден. По адресу Сергею Лещенко с вопросом. Критика завжди від громадян – це право людей висловити в обличчя представникам, в тому числі і парламенту, все, що вони думають. Тому я згоден з цим правом. Особливо колишнім журналістам. Як у вас про це не запитати, пане Сергею? А те, що я не захищаю журналістам, це не зовсім правда. І Шустера я захищати намагався в силу можливостей, як член парламенту, але я не член профільного комітету свободи слова. Ви знаєте, що його цілеспрямована вичавили з України. Спочатку позбавили його права на роботу, відкрили кримінальні справи. Зрештою, він був змушений виїхати з України. Зараз він живе за кордоном. І я, до речі, скажу, що громадяни дуже сумують за Шустером. Я це чую, незалежно, чи це Запоріжжя, чи це Суми, чи це Чернігів, де я буваю, скрізь питання. А коли Савік виходить? Я кажу, вже Савіка немає, не буде він виходити, принаймні, зараз. Друге, що стосується, наприклад, тиску на телеканалу, я регулярно теж отримаю звернення, підтримую їх як депутат і так далі. Тому я докер все сприймаю, напевно, роблю мало, треба ще більше. Треба виправлятися, знаєте, треба виправлятися. Хоча, я не скажу, що я... Ісправляйте, це в відношенні телеканалу Ньюзван, в тому числі, Сергій, ми розважаємо на вашу підтримку. Історія, яка була з вами, вона стосувалася всіх новин. А не була, вона продовжується. Я згадував іншу історію, як, наприклад, влада вирішила віддати лицензію державному каналу Рада. Коли ваш канал 112 і, здається, ще новинний канал плюс-плюс, здається, чи який він, точніше новинний. Вони претендували на те, щоб робити новинний канал. Уніан, вибачте, Уніан тоді подавав ліцензію отримати, щоб робити новинний канал. І тоді влада віддалася кишеньковим виконавцям каналу Рада, щоб просто себе розкручивати. Я брав активну участь, наприклад, в цьому процесі. Теж розуміючи, що держава не може бути власником медіа, а треба, щоб були незалежні медіа. Тому тут я повністю згоден, скажімо, з критикою, що треба робити більше. Треба, да, в цьому також я приєднуся, що до стану справ за розслідуванням розстрілів під час Євромайдану. Я напомню, завтра в 20.00, традиційно по середам состоїться наш прямой ефір, прямой ефір українського формата, нашого большого політичного ток-шоу, в рамках которого именно завтра ми будемо говорити о тому, почему нет до сих пор удовлетворяюющих обществу результатов расследования, расстрелов и активистов, и правоохранителей во времена революции достоинства, кто мешает следствию, и когда, и будут ли в принципе наказаны виновные. Завтра в 20.00 не пропустите наш украинский формат. А пока коснемся еще одной темы. На прошлой неделе прошла Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Обсуждали вопросы сотрудничества в сфере обороны ЕС и НАТО, и, конечно же, частично Украину. В рамках диалога экс-генсек НАТО Андерс Фуграсмусен предложил разместить на Донбассе миротворческую миссию ООН численностью не менее в 20.000 военнослужащих. О готовности отправить своих миротворцев на Донбасс заявила и Швеция. Президент Украины Петр Порошенко выступил с 15-минутной речью, в которой сделал акцент на том, что Россия ведет гибридную войну против всего мира. Эксперты уже заявили о низкой эффективности работы украинской делегации, в частности, из-за того, что им так и не удалось построить качественный диалог с Россией и нашими американскими и европейскими партнерами. По словам народного депутата Александра Вилкула, для решения вопроса необходимо вмешательство третьей стороны. Только после того, как территорию Донбасса будет контролировать международная администрация ООН, на ней могут пройти выборы. Послушаем. Выборы на Донбассе могут быть только тогда, когда та территория будет контролироваться международной администрацией под гидой ООН. Когда там будет безопасно, скажем так. И когда там смогут быть обеспечены участия украинских партий и будут украинские законы. Мы сейчас обсудим итоги Мюнхенской конференции. Я лишь обозначу, что вот в поле окне, в том, что выше, вот слева от меня, да, можем сейчас наблюдать в прямом эфире, началась полистковая хода, лепестковый марш на русском языке. Все в Киеве киевляне, гости столицы, небезразличные граждане принимают участие в этом марше и своим участием чтят память погибших героев Небесной Сотни и правоохранителей, которые погибли в результате стрельбы на Майдане. Мы внимательно следим, там работает наша съемочная группа и будем транслировать живьем в нашем эфире вот этот марш в том числе. Сергей, вы были в Мюнхене. Что скажете? Я вам скажу... На несколько дней вы или на весь саммит? Я был в Мюнхене, передам атмосферу того, что там происходило. Передавайте, пожалуйста. Ну, во-первых, да, Украина все еще важная тема, но уже далеко не первая степень важности. Объяснимо почему. Потому что Украина начинает утомлять международных партнеров в силу двух причин. Первая, потому что слишком долго это все происходит. Пять лет, а началось все сделать Тимошенко, вы помните. Потом спецпредставитель Евросоюза, там, лечение Тимошенко. Они тут жили, евронаблюдатели, постоянно. Потом Майдан, потом расстрелы, потом аннексия Крыма, война на Донбассе. То есть уже пять лет не может мир держать фокус на одной точке. И, к сожалению, для того, чтобы у мира был мотив хотя бы поддерживать Украину дополнительными усилиями, Украина должна показывать прогресс в реформах. Она должна показывать новое качество, чтобы, если во время Януковича, как мы говорили, был дефицит справедливости, то сейчас, чтобы Украина стала справедливой страной. Если бы во времена Януковича была коррупция, то сейчас она исчезла. Но этого же нет. И поэтому международная верхушка, политические эксперты, политики, министры, они думают, ну, слушайте, мы пять лет занимаемся, пытаемся помочь, а там прогресс настолько слабый, что мы чувствуем себя, даже мы чувствуем себя обманутыми, европейцы. Мы тратим время, повторюсь, время важнее, чем деньги в современном мире. Мы тратим наше время, а там очень слабый прогресс. Поэтому начинают они искать другие темы. Поэтому Украина постепенно уходит на второстепенный план во время Мюнхена, Давоса и так дальше. Во-вторых, наступает усталость от коррупции на самом высшем уровне. И это отражается на отношении к президенту. Если вы посмотрите, я не знаю, были у вас кадры или нет, потому что я был в Мюнхене, президент выступал в пустом зале. Были. Президент выступал в пустом зале, и это печальный прибыль. После этого случая, скажу так, Сергей, тут вопросы просто, мнения экспертные разделились. Да, вы продолжите непременно, просто я уточню. Тут вопрос в том, что усталость наблюдается к украинскому вопросу и к вопросам нашей страны, или конкретно к президенту. Вот этот пустой зал, он о чем говорит, о чем свидетельствует. Вы знаете, что в Албании происходит? Вы вряд ли знаете, что происходит в Албании, потому что Албания далеко. И вы, и президент Албании, и Албания для нас одно и то же. Точно так же и мировые эксперты. Украина и президент Украины в подавляющем большинстве случаев, они уже срослись в одно целое. Поэтому, к сожалению, имея коррумпированную власть, сложно рассчитывать на позитивные отношения ко всей стране. Потому что основная масса людей, которые принимают решения в мире, они не вникают. Порошенко это, или это он хочет, а другие мешают. В них образ появляется страны, которая пять лет топчется на месте, теряет время, и их время в том числе. Еще есть такое политическое выражение, failed state. Вот Украина за шаг до того, чтобы ее все признали, failed state. Уже миротворческий контингент мы вводим сюда. Ну, такая, как бы, знаете, Либерия какая-то. Постепенно такой сценарий вырисовывается. Ну, кстати, в Либерии президента футболиста избрали, очень известного Джорджа В.А. И большие надежды теперь с ним связывают, что, наконец, спустя столько времени противостояния будет реформа. Так вот, в Украине тоже, знаете, ну, постепенно уже начинают думать, ну, что вообще происходит. Я думал, вы скажете, тоже хотят избрать спортсмена. Нет, я хочу сказать, что, ну, надежда есть в Африке, кстати, сейчас. У нас хотят, кое-кто хочет и музыканта, и спиртца, и юмориста. Африка, на самом деле, мы смеемся, некоторые страны Африки показывают такие темпы роста, что мы будем уже скоро не за Польшей нацией или Румынией, а уже за Африкой. Потому что, да, и деньги с Китая идут, там и реформы антикоррупционные, суд создают в Уганде антикоррупционные, и в Нигерии борьба. И отстранили президента коррупционера в ЮАР, и в Зимбабве убрали Мугабе спустя столько лет. То есть, на самом деле, там сейчас происходят тоже изменения. Поэтому в этом мире, который очень быстро меняется, нужно не отставать от этих, знаете, тенденций, потому что мы просто отойдем на третьестепенные роли. Я вернусь к вопросу по поводу отношения к Украине и в Минске. Да, всех утомила эта неопределенность, и как один из вариантов возникла идея, давайте направим миротворцев, причем из стран, которые будут как бы нейтральные. Бразилия, Швеция, а Швеция не является членом НАТО, и Беларусь. Вот как бы три контингента должны там появиться. Но это, на первый взгляд, симпатичная идея, имеет в себе несколько слабых мест. Первое слабое место это то, что решение о направлении миротворцев будет принимать Совет Безопасности ООН, в котором у России право вето, которое может остановить любое решение. То есть, априори, Путин не позволит принять то решение, которое будет ему невыгодно. Это первое слабое место. А второе слабое место это в алгоритме размещения миротворцев. У меня есть, скажем, свои люди, знакомые в немецкой делегации, которая сопровождает минский процесс, и мы с ними в Минхене это в деталях обсуждали. Путин отказывается отдавать контроль над границей между Украиной и Россией до тех пор, пока не будут проведены выборы. И говорит, это минская договоренность, Порошенко поставил подпись, его представитель поставил подпись, выполняйте, только потом отдадим контроль над границей. На что немцы, как наши союзники говорят, тогда мы предлагаем отдайте контроль над границей хотя бы не Порошенко, не Украине, а нашей миротворческой миссии. Если будут стоять миротворцы на границе между Украиной и Россией, это не противоречит Минску. Ну, со стороны России пока позитивной реакции нет. А в данном случае, я повторюсь, без добра России будет вец. Сергей, а почему тогда не захотели представители Германии, ну глава МИД в частности, принимать участие в нормандском формате, чтобы сделать еще один шаг на полях Мюнхена? Потому что нет готовых решений. Потому чтобы найти компромисс. Вы знаете, министры принимают участие. Ну ладно, президенты не встречаются, когда нет готовых решений. Ну а министры? Министры это политические фигуры. На такой конференции международной. Вообще министр иностранных дел Германии, он представляет партию, которая сейчас в очень серьезных, сложных переговорах по коалиции в Германии с Меркель, они ищут формулы. И говорит Зигмар Габриле о возможном снятии санкций. Ну, он говорит, это пока еще неизвестно, сохранит ли он должность или нет. У них в Германии свой процесс сложный, поэтому они не спешат, потому что им не с чем прийти к людям, к избирателям в Германии, сказать, мы добились мира. Меркель совсем не приехала, да. Поэтому они этот вопрос отложили, пока не получат решение. А решения, я повторюсь, его нету, потому что Россия отказывается передавать контроль над границей даже миротворцам. А, извините, без передачи контроля над границей между Украиной и Россией, это постоянный трафик вооружений, людей, денег, там, веществ и так дальше. И поэтому без такого контроля не имеет смысла вся форма нахождения компромисса. Ну, я тут не согласен с коллегой, который был у вас в включении, с Вилкулом, что выборы возможны только после того, как международный контроль. Выборы возможны, когда контроль будет у Украины, потому что это украинская территория, это не является территорией, скажем, спорной, да, между двумя странами. Там просто оккупация сейчас, поэтому как только Украина вернет контроль, возможно, с присутствием миротворцев, но обязательным условием, я считаю, переходной период. То есть определенный карантин, извините, когда у тебя вчера, ты ходил под дулом российской армии, тебе завтра идут на выборы, у тебя нету даже понимания о элементарных демократических процедурах. Вот это предложение вызывает серьезное разногласие, Сергей. Это необходимо переходной период. И противоречие. Я думаю, что это вот все вопросы для обсуждения. Да, конечно. Вот их нужно начать обсуждать. Ну, мое выпрашивающее мнение, я считаю, что сегодняшний день в стране, которая живет под дулом, по сути, хунты, это военная диктатура на Донбассе, ЛНР, ДНР, я имею в виду, так называемых, это военная диктатура, но там невозможны справедливые выборы, сегодня элизатор. Поэтому хотя бы год переходного периода, чтобы смогли возродиться институты гражданского общества, журналисты могли работать, появились партии, появилась общественная какая-то дискуссия, чтобы там появились наблюдатели. Это необходимо. Чтобы война не продолжилась. Да, предложений много. От этого необходимо, конечно же, размещение миротворства, но повторюсь. Сроки просто разные озвучивают. Я слышал здесь в этой студии цифры в 10 лет и в 15 лет, да? Ну, то есть это вот немножко, мне кажется... Ну, извините, на Кипре ситуация тянется десятилетиями. Хочу, Сергей, чтобы мы успели еще одну тему с вами проанализировать. Я про Кипр хотел напомнить, что на Кипре оккупация, скажем так, территория Кипра, Турецкая республика, она продолжается десятилетия, и такие конфликты территориальные имеют место в разных странах мира. Почти три десятилетия продолжается конфликт на Горном Карабахе. Мне понравилась фраза американского одного полителя, с которым мы встречались, не имею права, он сказал, совет безопасности ООН, это совет по замораживанию конфликтов, а не по их разрешению. Вот я боюсь, что мы движемся в сторону замораживания конфликтов. Куда ни глянь, везде коррупция и на войне, и на границах. Материалы о коррупции в Украине опубликовали накануне два иностранных издания. Начнем с публикации The New York Times. Там, в частности, сообщают, что за четыре года войны на Донбассе коррупция в газовой сфере переместилась в военную. Как отмечает автор статьи, нынешняя власть нашла новые источники обогащения, и это война на Востоке. В частности, расходы на оборону и безопасность в Украине с начала конфликта на Донбассе выросли более чем в два раза. Автор говорит, я цитирую, пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов, что часто одно и то же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, а они считаются самым опасным врагом Украины. Конец цитаты. Как символ коррупции в Украине автор упомянул три виллы на южном побережье Испании, которые принадлежат президенту Петру Порошенко, заместителю секретаря СНБУ Олегу Гладковскому и первому заму парламентской фракции БПП Игорю Кононенко. Ни один из них не указал испанскую недвижимость в обязательных декларациях в активах. Теперь об информации от Reuters. Там сообщили, что Евросоюз закрыл проект модернизации западной границы Украины, а все из-за ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием украинских чиновников и подрядчиков. Планировалось, что модернизация поможет сократить время пересечения границы и усовершенствует таможенные процедуры. К концу прошлого года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя Европейский Союз предоставлял финансирование на сумму более чем в 29 миллионов евро. Сергей, два информационных сообщения. Кратко ваш комментарий, у нас две минуты. Оборонка. По поводу оборонки это все правда. К сожалению, Порошенко использует оборонную сферу как зарабатывание денег. И второй, от Народного фронта, у них же все разделено на двоих, от Народного фронта это Пашинский. Вот у них два клана, которые на этом обогащаются. В отношении это Богдан, Ленинская кузня, все закупки идут без тендеров, все идет в одни ворота с завышенными ценами и так далее. И Запад, который согласился США выделить вооружение, они поставили одним из условий увольнения Романова. Ну, Романова уволили с Украинского оборонпрома, но это не приведет полностью к искоренению коррупции, потому что все завязано не на Романова, он лишний исполнитель, а на Порошенко. И я думаю, что со временем вот эти преступления, которые касаются сферы обороны, они со временем придут даже к каким-то санкциям, думаю, за рубежом в отношении украинской верхушки. И вопрос по таможне. Это история, я направлял даже обращение, эта тема мне знакома, я направил обращение, как депутат, получал какие-то глупые отписки от таможни. Да, Евросоюз предложил дать денег, но у нас эти деньги попытались разворовать. Была проведена псевдотендер, в котором победили фирмы, связанные с Носировым, тем самым, который под следствием НАБУ, который близок к Порошенко и который на сегодняшний день только-только был уволен с должности. Это были связанные с его тестем лица, которые им дали эти деньги в разработку и ничего не построили. Но самая большая проблема, я думаю, не столько то, что ничего не построили, а в том, что нет необходимости. Правящая коррупционная верхушка заинтересована в том, чтобы таможня была непрозрачная. Потому что с каждого контейнера можно брать взятку, с каждого фуры можно брать взятку, с каждой пачки сигарет и блока сигарет можно брать взятку. Копейку можно, а потом, когда масштабы это миллионные, то и офшорные счета пополняются на такие суммы. Поэтому, если ты хочешь проводить реформы, ты делаешь общий пост контроля и все, Украина-Польша, и у тебя нет коррупции. А если нет, то давайте еще проведем обсуждение. Поэтому последняя тема скандала между министром финансов Данилюком и правительством, то, что правительство отказалось поддержать проект реформирования таможни, который предложил Данилюк. Если вы отказываете, предложите свой, но давайте что-то делать, а не еще 4 года будем обсуждать, как мы страдаем от таможенной коррупции, но ничего не делаем. Как потоки наполняются... Сейчас приостановили проект модернизации границы, завтра, и об этом уже говорят в ЕС, возможно, будет приостановлена либерализация визового режима. Это точка... Все это угроза. Это точка, которая остается, знаете, как лампочка. А потом мы с вами говорим, Сергей, от Украины устали, и почему? Потому что власть решена противом менять что-либо. Потому что ей выгодно с этой власти, выгодно будущую власть наполнять свои карманы. Такую власть нужно просто убирать с потоков и назначать на должности или избирать на должности людей, которые мотивированы изменениями, а не своими кошельками. Я благодарю вас, Сергей, за разговор. Был рад видеть Сергея Лещенко. Народный депутат Украины был гостем большого вечера. После короткой рекламной паузы и о коррупции, и об итогах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности мы продолжим говорить, но уже с народным депутатом от Бельскевщины Алексеем Рябчиным, который вот уже в кулуарах нашей страны.